Привет, я Марина, это мой канал. Сегодня я записываю свой первый влог. Сегодня мы пойдем не куда-нибудь, а пойдем в секонд. Я сейчас нахожусь в Женеве, и в двух трамвайных остановках от меня находится просто два потрясающих секонда. И я подумала, что вы тоже захотите их увидеть. И если это действительно так, то продолжайте смотреть. Да, и забыла сказать, что на мне сегодня топ, который я купила на барахолке за 1 евро, с сумкой из секонда, я к ней купила ремешок от Kess, сумка 100 на 4, почти 5 долларов, джинс-ваюбка от Levi's, и вот такие сандали от Adidas. Также сережки, которые достались мне от мамы, она носила их в молодости, и сейчас они мои, и также часы Balmain. И вот вы видите перед собой секонд-хенд номер 1. Сейчас мы сюда зайдем, и первое, что мы увидим, будет такая экспозиция из старинной мебели, либо мебели, сделанной под старину, и множество картин. Картины есть и хорошие, дорогие, примерно 150 франков, есть и не очень хорошие, франков за 10-15. Франк примерно равен доллару. Также можно увидеть, как много в этом секонд-хенде мебели винтажнее, и не совсем, икея здесь тоже встречается, и цены на икеевскую мебель очень даже адекватны. Естественно, на антиквариат цены взлетают до 500 франков, но тут уж вопрос приоритетов. Также здесь можно купить и бытовую технику, она вся в рабочем состоянии, но с техникой секонд-хенда ты никогда не можешь быть уверен, поэтому я такие вещи предпочитаю покупать все-таки новыми, чтобы не рисковать. Сейчас вы видите отдел с посудой, вазами и различными керамическими безделушками для дома. Здесь их огромное множество. Можно потратить час, разглядывая все и найдя или не найдя что-то, что вам приглянется. Сейчас я вам показываю столик с бижутерией. Как видите, ее здесь довольно много. Мне приглянулись эти сережки, их стоимость была 3 франка, но я не надумала их брать, и они до сих пор висят в этом секунде. И мы уже поднялись на второй этаж, и здесь в основном представлены книги. Книг здесь очень много, как в небольшой городской библиотеке. И мы заходим в мою любимую часть. Это часть с одеждой. На входе мужская. И ремни. Ремней из этого секунда у меня много, потому что иногда здесь попадаются просто невероятные находки. В среднем ремень стоит хороший ремень около 15 франков. Но, естественно, что-то попроще можно купить значительно дешевле. Сейчас вы можете видеть отдел сумок и обуви. Первое, что мне попалось, стал вот такой рюкзак от Филипп Шареоль. Это швейцарский дизайнер, знаменитый своими часами, но также у него есть линейка аксессуаров. И стоил этот рюкзак около 10 или 12 франков со скидкой. Кстати, на Etsy вещи от этого дизайнера стоят около 100 евро. Я не стала брать себе этот рюкзак, потому что у меня уже есть что-то похожее. Далее мне попались на глаза туфли от швейцарского бренда Elio Leo. Новые такие стоят около 200 евро. Сделаны в Италии в отличнейшем состоянии. Здесь же они продавались за 10 франков. Сейчас я вам показываю босоножки от фирмы Polini. Это довольно дорогой итальянский бренд. Они также стоили 10 франков, но у них был вырван замочек, который при желании можно было бы легко починить. Также в этом секонд-хенде можно найти шелковые шарфики за 3 франка, как, например, этот желтый. Кстати, я специально ничего не искала, потому что на данный момент мне ничего не нужно. Я просто слегка пробежала с глазами, что-то там полистала. И первое, что мне удалось найти, стало вот такой аутентичный плащ от Burberry. Он стоил 120 франков, что очень дорого. Но в этот день была скидка 50%, и его можно было купить за 60 франков. Далее мне попался на глаза вот такой трендовый плащ. Он из кожзама, длинный, на ремне, 117 франков, в отличнейшем состоянии. Сейчас вы можете видеть также трендовую вещицу. Это чудесная льняная юбка желтого цвета. Стоила всего 10 франков, но я не стала ее брать, потому что нашла слишком поздно. Далее мне попался на глаза чудесный жакет из ствида в стиле Шанель и качество Шанель. Если вы увидите, у него по низу пущена цепочка для утяжеления. То всего 23 франка выполнена из шерсти и шелка. А это уже прекрасный винтажный спальный комплект, состоящий из ночной рубашки и пеньюара. Стол около 8 франков, но, к сожалению, выполнен из нейлона. Также посчастливилось мне найти этот винтажный бархатный жакет от Yves Saint Laurent. Стол он всего 30 франков. И вот я уже примеряю твидовый жакет, актуального ныне цвета, за 10 франков. Но он был выполнен из полиэстера с вискозой, поэтому я не стала его брать. А так мне все у него понравилось. И вот еще одна интересная находка. Укороченный пиджак цвета Baby Yellow. Стоил всего 12,5 франков с учетом скидки. Но, опять-таки, был найден очень поздно и я не стала его брать. И вот еще одно видео из примерочной, где я уже пробую на себя такой прекрасный твидовый костюм. Как видите, меня потянуло на твид. Он выполнен из шерсти и шелка на вискозной подкладке. И это японское производство. Стоил всего 23 франка с учетом скидки. Но, к сожалению, там были желтые пятна. Небольшие, но, тем не менее, я побоялась, что они не отстираются и не стала рисковать. Хотя я обожаю этот комплект. Еще я примерила на себя такой шерстяной пиджак-пальто. Но мне не понравилось, как он на мне сидит. Стоил он 20 франков. И от бренда Easy. И снова привет. Я говорю уже с вами о следующем днях, потому что вчера во время съемки случилось неизбежное. Мой телефон переключился. Я не смогла продолжить. Но продолжу начатое сегодня. Мы отправимся во все те же секунды. По новой. На мне сегодня топ. Выше платье от фирмы Кока, которое я купила в секунде рублей за 120 и обрезала. Потому что платье был неактуальный фальсон на данный момент. Далее такие джинсы, винтажные. Около 5 долларов они стоили. Вообще, на мой драйвер. Я понятия не имею, что это за фирма. Я даже не знаю, существует для них до сих пор. Также на мне кроссовки Puma и рюкзак Furla. Рюкзак, кстати, я купила в онлайн-секом магазине. Называется Deepop. И заплатила я, по-моему, около 40 евро. Но, правда, я не скажу, что рюкзак был совсем новый. Также на мне старейшие сережки, которые я еще покупала, когда училась в школе. И те же часы. Поехали. И вот мы видим секонд-хенд номер 2. Он находится примерно в 5 минутах от первого. И давайте войдем. В этих двух секондов сейчас идут распродажи. И поэтому скидка 50%. И я сразу же нахожу прекрасную юбку от бренда CELINE за 20 франков уже со скидкой. Соответственно, до этого она стоила 40. Юбка выполнена из 100% шерсти, но на меня маленькая. И за первую юбку я сразу же нахожу вторую, также выполненную из шерсти, но уже от бренда Валентина. А юбка со скидкой стоила 5 франков, но на меня также маленькая. И вот я уже примеряю, как мне кажется, классный базовый топ на 60% состоящий из вискозы. И со скидкой его цена 4 франка. Также я нашла вот такой интересный жилет от Lili Crepon. По-моему, это винтажный бренд. Вещи вот этого дизайнера можно найти на eBay и на Etsy. Жилетка двойная, на подкладке выполнена из шерсти. Стоила 7 франков со скидкой, но я не стала брать, потому что она очень калывалась. Также в этом секонд-хенте много вещей для рукоделия. Например, пуговицы, спицы, пряжи и вышивальные наборы. Вот я вам показываю витрину с бижутерией, которой здесь довольно много. И, например, серебряная брошь здесь стоит 15 франков. Сейчас быстренько прибежимся по обуви. И мне удалось найти вот такие босоножки от бренда BALI. Это швейцарский бренд, очень дорогой, премиальный. Босоножки выполнены все целиком из кожи. И стоили 20 франков, но со скидкой достались бы за 10. В этом секонд-хенде очень много ящичков сюрпризов. Например, в этом можно найти колготки, шарфики, купальники, носки. Я же вам показываю отделение с колготками. Также много мягкой мебели здесь. В среднем диван стоит около 100 франков. А франк, я напоминаю, приблизительно равен доллару. Уголок ужасов. Эти куклы уценены, стоят на 50% меньше, чем изначально. Но и все равно никто не покупает. Даже странно. Вот мы с вами уже на втором этаже в отделе посуды. Здесь можно найти все. От чайников, кофеварек, до фондюшниц и целых фарфоровых наборов. И, конечно же, большой выбор CD, DVD и винила. Безделушки для дома. А вот и целый спортзал с массажным креслом и огромным количеством роликовых коньков. А еще здесь можно найти различную канцелярию. Можно найти рамки для фотографий, альбомы, открытки. Очень много представлено бытовой техники. Мелкой и крупной швейной машинки. Машинку я видела за 120 франков. Детские сидения в машину. И много-много чемодана. Еще мебель, обеденные столы, каркасы для кровати. Вот эта двухэтажная кровать стоила 100 франков. Качество отличное. И последний взгляд на секонд-хенд. И уставшая, я возвращаюсь домой. Ну что же, я уже дома. Я уже даже переоделась и решила записать это видео, чтобы с вами попрощаться. Как-то понятно закончить этот влог. И заодно показать то, что я купила во время этого похода в секонд-хенд. Для меня, кстати, сейчас майка тоже секонд-хенда. Она из экохлопка. Совсем не ощущается на теле. И стоила какие-то копейки, несмотря на то, что была как новая. И это я к тому, что одежду для дома я тоже стараюсь покупать с секонд-хенд. Итак, первое, что я сегодня купила, были вот такие очки от Кэнни Кляйн. Они сейчас в невероятном тренде. Доставились у меня за 3 франка. И нашла я их в огромной корзине со множеством оправ. И очень довольна, что теперь у меня такие есть. Следующая покупка была вот такая шляпа Панама. Она двухсторонняя. С одной стороны она такая шерстяная в клетку, а с другой вельветовая с кожными вставками. Изначально она стоила 12 франков. Ко мне же попала за 6, потому что была скидка в 50%. Единственный нюанс с этой шляпой был в том, что я хотела расплатиться по карте. А в этом секунде можно было расплачиваться по карте, только если сумма покупок более чем 10 франков. Поэтому мне пришлось набрать еще товары. Этим товаром стали вот такие монтажные колготки в белом цвете. Это тоже сейчас тренд. Вроде мой размер, эти и другие. Эти из хлопка. Их я точно поношу, если размер подойдет. Потому что, видите, здесь размер определяется по обуви. А эти нелоновые. И насчет этих колгот я не уверена, потому что... Мне кажется, нелон уже даже не тянется. Но я не уверена. Ну, надеюсь, что получится поносить. Так, на этом секунде все. Следующем секунде я купила. Такие эту майку, которую вы видели в примерке. Она на 60% из вискозы. Это винтажная вещица. Она сделана в Италии. Даже по какому-то нормативу. И такие маечки, как будто вязаные, тоже сейчас в тренде. Сделала 4 франка. Ну что же, на этом все. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. И пока-пока!